Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня мы с Александром Белаусовым. Это руководитель, координатор движения «Гражданский дозор». Все вы его знаете по рейдам, по контрафактной продукции, ярмаркам, которые привозят в наш город различные гастролеры. Сегодня мы решили пройтись по ярмарке, которая начала работать уже второй день, работает возле доски почета, возле администрации. Почему мы решили сюда наведаться? Вчера мы также видели, что там продаются различные товары, от продуктов питания до тектильной и обувной продукции. Выводы сделаем чуть позже, а сейчас мы с ним пройдем по ярмарке, посмотрим, действительно ли там низкие цены и торгуются от товаропроизводителей. Здравствуйте, а у вас продукция чья одежда? У вас. Да, это кто? Белоруссия, Москва. Разная, да, все? Да. Ну да. Ну то есть у вас не позиционируют, что это там белорусская чистая выставка, да? Или... И сколько вы дней будете торговать? До какого числа? Восемь дней. А, уже второй день. А, уже второй день. Спасибо. Ну вот текстильная продукция. Куртки. Здесь вот халаты. В основном женские одежды. Так же есть и Китай. Вчера вот мы человека были сбрать. Вот, здесь гранаты у нас. Смотрите, какие шикарные. А по чем килограмм гранат? 700 рублей. 700 рублей. А, бери мне здесь штучек 5, я сейчас на обратном крюке пойду, заберу, хорошо? Сок. Сок натуральный, да, продаете? Да, свежевыжатый. Вот, свежевыжатый сок здесь. Вот прям на разлом, да, манговый сок. Вот, что нам давали пробовать? Сок гранатовый, свежевыжатый. Стакан? Да. 100 грамм? 100 рублей. Не, а литр? Литр. Литр тысяч рублей. Литр тысячу пятьсот какого рублей получается пол-литра, да. Вот, ну, вчера нам давали пробовать, вообще шикарно, так что. Красиво. В Адлере, конечно, подешевле, в Сочи. Но, тем не менее, видно, что гранаты, действительно. А вот здесь продукции Белоруссии. Белорусские тушенки, кунпики. Вот, Александр тушенка заинтересовался. Видимо, в поход собрался, наверное. Ну, правда, Брест все. Брест, да? Да. Не, ну, здесь все реально белорусские. Я прям по маркам смотрю. На маску грибную дать или нет? Вон, сколько людей. Знают, что продукции качественные. Все, веками. Ну, давайте, все веками. Зеленью очень вкусная. Ну, зеленью тогда давайте. На той стороне варежки, тапочки, нижнее белье. Также встречается, да, Александр вот прошел до этого, что есть и китайская продукция, да, но никто не позиционирует этот ярмарк. Как какой-то Иваново или что-то? Или Беларусь, да? А, вот белорусские тоже, да. Белорусские клетки, честный знак, с галаграммой. Как положено, как он должен, да, честный знак выглядеть? Как раз таки с галаграммой. Ну, да, вот белорусский лен. Все белорусская продукция. Вот они все. Да, вот как должен нормальный, честный знак выглядеть. Белограмма. Что интересует вас? Ну, смотрим для жителей, делаем обзор, какая ярмарка приехала. У вас все белорусская, да, здесь вся продукция? А вы сами из Беларуси? Откуда? С молодежной медицей. У меня родственники живут в Дерковщине. Где? Дерковщина. Дерковщина. Это Витебская область. Деревня? Да, деревня Дерковщина. А район какой? Витебская область. А, Витебской область. Ну, да, все белое. Здесь вот все без обмана. Там, где написано, это азербайджан продукции, там прямо написано азербайджанская продукция. Здесь вот сладости. сколько сладостей финики баклова баклова специи откуда у вас все специи скажите пожалуйста в Узбекистан у нас вот такой крупный ты не найдешь на рынке чай единственное вчера я проходил Александр тоже прошел вот здесь обувь они позиционируют говорят что Беларусь но опять мы видим аподжи здесь никакого отношения конечно Беларусь не имеет те же самые тапки которые тут хочет никто отвечать пока не хочет и вот еще один белорусский мясный деликатес ну здесь прям какие-то мясо прям нарезки кумпяки здесь прям больше не пьем вон колбаса оленина здесь сладости а у вас чье производство Беларуси Беларуси все да здесь кондитер сколько вы еще 8 дней будете да до 24 вот у вас все 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 Беларуси да а ну вот Спартак это да фабрика Спартак Коммунарка Красный Пищевик Зефир и Мармелад Красный Мазарианин Слодочек конфетчик набрать Александр не захотел с конфетчиком сейчас захотел у вас жену поставил ну да мы у вас видим что настоящее а только там сейчас и возят все что угодно только не Беларусь привезут Китай там ну вот у вас там с краю стоят говорят белорусская обувь хотя там Китай ну смотрите у вас я вижу да это видно и там вот лен тоже белорусский все фабрично вот это лен смесовая ткань у Полинка еще старая моделька прошлись буквально сейчас по ярмарке в некоторых ларьках присутствует китайская продукция но продавцы не утверждают что это Беларусь и в большинстве случаев честно говорят что производитель Китай также присутствует и белорусская настоящая продукция специально обратили внимание на наклейки с голограммы честный знак в принципе так это и должно выглядеть и эту продукцию видно качество этой продукции заметно даже визуально ну какая Александра была продукция то есть там льняные изделия да халаты да халаты текстиль одеяло помимо продукции постельное белье продукты питания опять же от белорусских производителей колбасы тушенки то есть на всех честно наклеены если это требуется честный знак везде указан производитель да действительно поразило разнообразие и мясной продукции особенно кондитер все белорусские фабрики видно было продавцы нам пояснили но все таки один вопрос у нас остается его задавали как правило наши подписчики вот при когда мы публиковали выезды гражданского дозора и они просили проверить вот эту ярмарку в чем плюс и минус плюс конечно есть в том что действительно честная продукция здесь по большей части белорусская цены достаточно приемлемые люди могут приехать остановиться взять но есть один нюанс ярмарка считается универсальной она приезжает нам на 10 дней они располагаются порядка 20 торговых объектов здесь расположено администрация дает разрешение на безвозмездной основе то есть выпущено постановление соответствующее если надо мы можем его приложить но не суть хотя продавцы нам пояснили о том что за торговое место в день они платят 4000 рублей то есть за 10 дней пребывания ярмарки с одной торговой точки получается 40 тысяч рублей умножить на 20 арифметика простая куда идти идут деньги администрации кому непонятно ну и второй вопрос конечно остается открытым если ярмарка универсальная такие же продавцы у нас стоят и на старграде и на других рынках тоже есть белорусской продукции почему тогда местных вы не пускаете если ярмарка универсальная и не даете им бесплатно расторговаться на этих каких-то там праздничных или специально отведенных днях то есть здесь заведомо какое-то конкурентное преимущество у приезжих хотя продукция в принципе одна и та же цены можно регулировать с помощью потребительского рынка то есть на какие-то планки на ключевые позиции не завышать почему эта ярмарка имеет приоритет перед нашими балаковскими торговыми объектами ну непонятно этот вопрос конечно надо задать вот с другой стороны на последней точке все же была присутствовала продукция это вот обувь которую ну все мы уже видели это тапки аподжи вот это все хоть они и не презентуют ее как белорусскую но тем не менее я думаю что честный знак или куда-то там тоже не поведет это та же самая продукция которую возят к нам гастролеры вот в кинотеатр мир россии и так далее продавая под видом белорусской думаю что с тех же самых складов почему потребительский рынок там выезжает вместе с нами проверяет это конфисковывает даже с полицией а здесь ее можно торговать и самим давать даже на нее разрешение ну вопросов больше чем ответов